Привет, дорогие студенты! Давайте начнем нашу лестницу. Сегодняшняя лестница – профессии и презент-симбл. Пожалуйста, открывайте книги на пейдж номер 54. Ребята, откройте, пожалуйста, ваши книги на странице 54 и 55. Пуплс Бук. Тема сегодняшнего урока – профессии и презент-симбл. Давайте начнем. Говорить о профессиях и попрактиковать презент-симбл в настоящее время. Please, look at the pictures, listen, point and repeat. Слушаем, показываем и повторяем. Then match. Потом приводим в соответствие. This is a doctor. This is a pilot. This is a firefighter. This is a baker. This is a chef. This is a postman. This is a police officer. And this is a vet. Ребята, на какой картинке нарисован у нас почтальон? На картинке G. Picture G. Значит, в соответствии приводим. Первая картинка G. Postman. On which picture will you can see a vet? Вет – это кто? Ветеринар. Значит, ветеринар на какой картинке? On picture H. Значит, пятая – это будет H. На какой картинке вы можете увидеть повара? Посмотрите. Повар на картинке D. Это как будет на английском? Chef. Второе D – это chef. На какой картинке можно увидеть пилота? Конечно же, картинка B. Three. B is a pilot. Firefighter – это у нас пожарный. This is picture C. A doctor – врач. На какой картинке? This is picture A. Baker – пекарь. На какой картинке? On picture F. Seven. F is baker. И последнее. Полицейский. На какой картинке? On picture E. Восьмое E – police officer. Если сделали данное упражнение, то дальше поехали. One. What's Miss Hill's job? Betty, what's your job? Are you a teacher or a doctor? I'm a vet. I help sick animals. A vet. That's very nice. Какая работа у Miss Hill's? Первая A-картинка – это доктор, да? Вторая картинка – teacher. Bill, what's your job? Are you a greengrocer or a chef? I'm a firefighter. I fight fires. A firefighter? I want to be a firefighter, too. Какая работа у мистера Грина? A greengrocer – продавец овощей и фруктов. B – firefighter – пожарный. And C – achieve. Это у нас будет что? Правильно. Теперь давайте послушаем. Let's listen. 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 Так, ну что, выбрали? Если выбрали, то дальше мы поехали. Теперь у нас тема по грамматике – present symbol. Здесь в таблице для вас даны все формы. Affirmative – это положительная форма. Negation – то есть негативная форма. То есть long form – это длинная форма. Short form – это короткая форма. Затем идет interrogative – это вопросительная форма. Снизу таблица, вторая таблица. Там те же самые формы – положительная, отрицательная и вопросительная формы, только с множественным числом. А в первой таблице – с единственным числом. Например, для того, чтобы сказать «я плаваю», вы должны просто поставить глагол без каких-либо окончаний. Здесь уже в третьем лице вы должны добавить окончание «с». Если хотите сказать «я не плаваю», то используйте вспомогательный глагол «do», потом слово-отрицание «not» и смысловой глагол в инфинитивной, в неопределенной своей форме. Как вы заметили, в третьем лице к глаголу «do» добавлено окончание «es». Потом идет слово-отрицание «not» и потом глагол в своей неопределенной форме «swim», без каких-либо окончаний. То есть окончание уже здесь убавляется. Дальше. Short form – это короткая форма. Можно прочитать как «I don't swim», «you don't swim», «he doesn't swim», «she doesn't swim», «it doesn't swim». Интерогатив. Для того, чтобы образовать вопрос, вам всего лишь нужно помогательный глагол «do» поставить на первое место, потом идет подлежащее – это у нас место имени «I», «you», «he», «she», «it», и потом глагол смысловой в своей неопределенной форме. Везде одинаково «swim», «swim», «swim». Во множественном числе положительная форма «we swim», «you swim», «they swim». Соответственно, мы плаваем, вы плаваете, а не плаваем. Отрицательная форма «we do not swim», «you do not swim», «they do not swim». А короткая форма «we don't swim», «you don't swim», «they don't swim». То есть здесь глагол вспомогательный «do» используется, но без каких-либо окончаний. «do not», «do not», «do not swim». Потом идет смысловой глагол «swim». Везде неопределенная форма. Дальше «interrogative» для того, чтобы задать вопрос, мы что делаем правильно. «do» ставим вспомогательный глагол «do» ставим на первое место, потом идет у нас место имени или подлежащее наше «we», «you», «they», и потом «swim». «do we swim», «do you swim», «do they swim». Using the present simple, we usually use prepositional phrases such as Когда мы используем простое настоящее время, это present simple, да, мы обычно используем такие фразы «in the morning», «in the afternoon», «in the evening», то есть «in the morning», утром, «in the afternoon», днем, «in the evening», вечером. Например, «I go to the park in the afternoon». Я иду в парк после обеда или днем. Если хотите указать именно время, «at» plus «time», например, «at five o'clock». «I get up at eight o'clock». Обычно present simple используется для того, чтобы описать регулярные, повторяющиеся действия или же сказать о своем расписании. Short answers. Does he, she eat half breakfast at seven? Например, если зададут вопрос Does she have breakfast at seven? Она завтракает в семь часов? Если хотите ответить Да, она завтракает в семь часов, то вы коротко можете сказать Yes, she does. Если хотите дать отрицательный ответ, то вы можете сказать No, she doesn't. Дальше. Spelling of the third-person singular. У нас есть некоторые глаголы, которые заканчиваются на буквы То в таком случае к таким глаголам в третьем лице нужно будет добавить не просто букву S, одну букву, а и S окончание. Например, I brush, я чищу зубы, да? He brushes, он чистит зубы, чистит. Brushes – это именно щетка имеется в виду, да? Заметили? И S окончание стоит. Если глагол заканчивается на Y, consonant and Y. Конононант – это получается согласная буква и потом Y. То тогда Y убираете и добавляете окончание I и S, когда в третьем лице используется данный глагол. Например, I cry без каких-либо окончаний, да? Я плачу. He cries, он плач. То есть cry – здесь из этого глагола мы убавили Y-букву и вместо Y написали I, потом и S окончание добавили. Если же глагол заканчивается на буквы, сначала идет гласная буква, потом Y, то тогда просто S добавляете. Например, I play в данном случае играть, глагол заканчивается на букву A, это гласная буква, потом идет I, Y. Значит, в таком случае мы Y не убираем, просто добавляем окончание S. Здесь те же примеры приведены, старый из-под ваших книгах. Например, work – works, wash – washes, teach – teaches, do – does, fly – flies, да? She works at a hospital. Она работает в госпитале. She helps sick people. Она помогает больным людям. What does she do? Кем она работает? She is a doctor. Она врач. Теперь откройте свои тетради и дополните данное предложение. Пишем полностью данное предложение в своих тетрадях, раскрываем скупки и пишем соответствующее окончание. Drive – водить машину, fly – летать, make – делать, work – работать, help – помогать. Если сделали данное задание, то дальше поехали. Данное упражнение вы должны выбрать один из двух вариантов глаголов в зависимости от того, от какого лица идет предложение. Например, This is my mom. She is a vet. Если she используется она, то get будет или gets. Мы знаем, что по правилам нужно добавить окончание с. Значит, мы gets выбираем. И таким образом, пожалуйста, выберите правильный вариант и ответов и напишите у себя в тетради. Дальше. У вас домашние задания. Дома вы должны выполнить упражнение номер 9, 10, 11 на 39-й странице Activity Book. Как вы сделаете эти упражнения? Exercise 9. Read, look and complete. Посмотрите на картинки, прочитайте, прочитайте и дополните. Например, I fight fires. Я борюсь с огнем. I am a... Кто я? Значит, кто борется с огнем? Пожарный. Как будет пожарный? A firefighter. Это картинка A. И пишем firefighter. Точно так же читайте следующие предложения и дополняйте. Десятое упражнение. Read and complete about yourself. Читай и дополни о себе, да, информацию. Например, тут написано глагол в первом go, значит school on Saturdays. По субботам ходить в школу. Вы ходите разве в школу по субботам? Нет, значит, вы пишете I don't go to school on Saturdays. My mother, моя мама, печет хлеб. Ваша мама печет хлеб? Если да, то пишите My mother makes bread. Если нет, то отрицательная форма My mother doesn't make bread. И так далее. В одиннадцатом упражнении вы должны посмотреть на эти картинки, вопросы дать и ответить. Так, раскрываете скобки и задаете вопрос. Например, he worked in the post office написано. Для того, чтобы вопросы дать от третьего лица, вы что используете? Правильно, вымогательный глагол does. Потом идет he, местоимение, или же это, это же подлежащее. Потом идет глагол в неопределенной форме. Work in the post office. Потом ответ yes, значит положительный ответ как будет? He does. Точно так же остальные три вы должны сами дополнить. This is the end of our lesson. Have a nice day. Goodbye. Goodbye.